Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. До 30 апреля муниципальные служащие должны предоставить сведения о своих доходах и имуществе. Эти сведения предоставляются по форме, установленной федеральным законодательством. Правилам заполнения декларации была посвящена тема семинара, который прошел в городской администрации. Муниципальные служащие и руководители муниципальных учреждений должны сдать в кадровые службы по месту работы сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. Срок подачи декларации не позднее 30 апреля текущего года. В случае, если 30-е является выходным днем, то необходимо предоставить справки в последний рабочий день, предшествующий указанной дате. Об этом на семинаре с руководителями напомнила доцент кафедры дополнительного профобразования БАКСУ Лилия Султанова. Если все-таки лица, которые обязаны предоставлять эти справки, не укладываются в последний рабочий день, то есть возможность представить эту справку, направив ее по почте. Соответственно, если вы ее принесете, так скажем, теоретически 30 апреля на почту, то, соответственно, считается, что был установленный срок эту справку в здании. Обязанность предоставления справки остается и после смены места работы, если это государственная или муниципальная служба. Ранее всегда возникал вопрос, что делать с теми, которые, например, уволились после 1 января, когда началась эта кампания. В отношении тех, которые ушли, как я говорю, на вольные хлеба, в металлических рекомендациях нет никаких, так скажем, данных. А вот в отношении тех, которые перешли со службы с одной на другую, соответственно, у них обязанность осталась по предоставлению справки по предыдущему месту работы. Муниципальные служащие должны отчитываться не только о доходах, но и о крупных тратах, в том числе о сделках по приобретению земли, недвижимости, автомобилей, ценных бумаг и акций. Рассказывать необходимо и об источниках получения средств, за счет которых совершена покупка. Предоставляемые сведения подлежат проверке. В ходе семинара его участники могли получить ответы на интересующие вопросы у специалиста. Расширенное заседание педагогического совета состоялось в рамках республиканской конференции. Независимая оценка качества образования, профстандарты сайтов образовательных учреждений и проект программы развития всей системы обсудили в ходе встречи. Так как тема конференции стала опережающей педагогика, на педсовете рассматривались вопросы развития образовательной системы в целом. Сотрудниками Башкирского государственного университета имени Акмулы было проведено анкетирование, проведен тщательный его анализ и выявлены объективные картины деятельности наших образовательных учреждений. Вся наша большая беда в чем, свою хорошую работу мы не умеем преподносить и показывать. Вот то, что вас родители, ваши дети оценивали, это одни показатели. Вы сейчас в таблице это увидите. Второй это наша оценка вашего труда. Мы, как и договорились, выезды в школы не делали. Мы работали только с тем, что представлено у вас на сайте. Представители столичного вуза провели не только аналитическую работу по муниципальным и образовательным учреждениям, но также дали методические рекомендации присутствующим. Для полноты картины результаты анкетирования были представлены в формате презентации на карте города и в виде таблиц. Также присутствующие руководители образовательных учреждений получили подробные инструкции по оформлению сайтов, начиная с главной страницы, всех разделов и подразделов и заканчивая форматом представленных документов. Педагоги БГПУ предложили школам сотрудничество со студентами, программистами уфимского вуза для создания удобных и понятных интерфейсов сайта. Студенты, они должны включаться в будущую профессиональную деятельность уже на стадии обучения. Поэтому если сейчас речь шла именно о помощи в организации правильной работы сайтов образовательных учреждений, то наши студенты, которые учатся на направлении информатика, мы готовы подключить их в рамках их курсовых работ, дипломных работ именно уже к той сфере производства, с которой, собственно, им и придется работать. Как правило, сайтами занимаются учителя информатики в школе. Пусть уже начинают свои студенческие годы. Развитие системы образования позволит в ближайшее время достичь высоких результатов. Ведь качественная и профессиональная подготовка смены поколения очень важна. В сотрудничестве со столичным вузом планируется развивать пилотный проект по опережающей педагогике. Важно то, что было получено направление, в котором нужно двигаться, какие аспекты следует подтянуть. То есть можно сказать, что по итогам проведенной работы был определен практический выход. Мне бы хотелось, пользуясь случаем, поблагодарить Башкирский государственный педагогический университет имени Акмулы за вот эту огромную проведенную работу и, конечно же, за работу, которая нас ждет в перспективе, потому что мы знаем, что кадровые вопросы учительства для нашего города очень актуальны. В рамках прошедшей накануне педагогической конференции было организовано несколько площадок. Учителя поделились опытом с коллегами из Уфы. В среднеспециальных учебных заведениях гости провели лекции об инновациях в образовательной сфере. В школе номер 6 функционировали две площадки – гражданское патриотическое право и спортивное направление – здоровое поколение, сильный регион. Первая площадка включала в себя шесть секций. Это выставка «Живая традиция», башкирская юрта и даже занятие ансамбля казачьей песни «Потеха» под руководством Ирины Варламовой. В других кабинетах проходили не менее интересные уроки. Историческое моделирование – так называлась секция, где учащиеся вместе с руководителем увлеченно конструировали модели военной техники. Также гости побывали на занятии по строевой подготовке школьного военно-патриотического клуба «Воин». Необычным сюрпризом для посетителей площадок стал историко-краеведческий музей, работающий в учреждении. В нем были представлены предметы национальной бытовой утвари, военная форма и многое другое. Особенно поразил всех присутствующих старинный патефон в рабочем состоянии. Специально для гостей руководитель музея поставила пластинку с песней «О годы летят» из советского кинофильма «Добровольцы». Музейные экспонаты вызвали у многих приятные воспоминания из детства, а музыка, льющаяся из патефона, добавила живость восприятия. Гости из столичного Башкирского педагогического университета посетили все площадки. В спортивных залах учащиеся показали свои умения в настольном теннисе, армрестлинге и так далее. Некоторые из посетителей проверили и свои силы в представленных видах спорта. И, разумеется, у каждого остались свои впечатления об увиденном. Кадетские классы – это прекрасное новшество. Это сейчас наша страна стоит на пороге военно-патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания. И вы делаете большое дело. Я очень рад за город Комертау, за то, что мэр города прекрасную такую конференцию сегодня организовал. Мы послушали доклады интересные, посетили школу. И приятные впечатления оставили как учителя, так и детишки. И петь они умеют, и спортом занимаются. Поэтому, честно говоря, очень приятно удивлён. Дисциплинированность детей, единая форма и в целом сами кадетские классы оценили все приглашённые гости. И руководство школы по-настоящему гордится военно-патриотической направленностью своих классов. Ведь именно шестая школа первой организовала их в своих стенах. Очень приятно видеть гостей, очень приятно встречать знакомые лица. Хотелось поделиться своими идеями, новинками. Но новинок у нас много. Самая большая, конечно, мы презентовали и показали, что в нашей школе работает всероссийский проект нашего президента Владимира Владимировича Путина «Самбо в школу». В Кумертаусском педагогическом колледже в рамках конференции преподаватели из БГПУ встретились с руководителями городских образовательных организаций и специалистами отделов управлений. Профессиональным ростом отдельного педагога важно управлять, потому что только тогда образовательная организация будет развиваться и учащиеся вместе с ней, отметила в своём выступлении Наталья Моисеева, заведующая кафедрой психологии, образования и развития. Также она привела статистические данные о том, что 10% педагогов не планируют свой профессиональный рост. Но зависит это часто от качества предлагаемых курсов повышения квалификации. «Иногда я приезжаю с курсов и понимаю, что 5 дней потрачено зря. Иногда курсы бывают двухчасовые, ну не курсы, а какой-то семинар. И я понимаю, что здорово, вот этот семинар меня вдохновил, и я буду двигаться». Докладчиками было заявлено, что профессиональный рост не должен ограничиваться повышением квалификации, а основная задача руководителей школ – составить индивидуальную траекторию развития для каждого педагога и ученика. В других странах эта система функционирует многие годы. «В разных странах сегодня накоплены интересные очень вещи. Например, в Сингапуре законодательно утверждено, что педагог ежегодно должен проходить 100 обязательных часов. Причем учит их не знанием, не предметным знанием, как у нас это принято, а учит умению учиться, умению управлять классом, то есть умением в педагогической деятельности». Руководители образовательных учреждений заинтересовались возможностью получения дополнительного образования. По итогам встречи было решено продолжить сотрудничество с ВУЗом в разных формах. На другой площадке, созданной в педагогическом колледже, представитель частной сети детских садов «Супермалыш» презентовала собственный инновационный проект. Образовательная сеть вышла с предложением на Министерство образования о помощи молодым предпринимателям в открытии детских садов. «Сегодня я показала, как работать по инновационным технологиям, в частности, это проблемно-диологическая технология, ведение образовательной работы. Коллеги заинтересовались. Это как раз технология, которая позволяет организовать учебный процесс именно на современных, основанных на современных стандартах, на ВГОЗ дошкольного образования и потенциале ребенка, то есть развитие его творческого потенциала, его личности». В сотрудничестве с БГПУ сеть «Супермалыш» разрабатывает образовательные программы подготовки и переподготовки молодых кадров. Они заинтересованы, чтобы в частной сети работали профессионалы. Представители организации уверены, что система индивидуального подхода лучше всего определяет успешность будущего поколения. В Центре детского творчества была организована площадка для учителей математики и физики, школ, города и профессиональных образовательных учреждений. Темой секции стало развитие муниципальной концепции математического образования совместно с БГПУ. Педагоги из столичного вуза поделились опытом с преподавателями наших высших заведений. В Доме культуры «Рассвет» состоялось официальное закрытие педагогической конференции. Работа площадок символически завершилась церемонией награждения. Лучшим учителям были вручены почетные грамоты за личный вклад в воспитание подрастающего поколения. Артисты художественной самодеятельности лицея-интерната подготовили для гостей мероприятия тематические театральные сценки. А воспитанники хореографической школы выступили с яркими танцевальными номерами. Высокий уровень организации конференции в целом отметили не только столичные гости. Генеральный директор Московского туристического агентства Мосгортур, приняв участие в работе одной из площадок, оценил успешную деятельность администрации и растущий потенциал города. У города очень много возможностей. И, к сожалению, иногда, находясь внутри, ты это не можешь оценить, поэтому нужно приглашать внешних людей, внешних каких-то спикеров, экспертов. Я знаю, что в городе и в регионе такие люди привлекаются, которые смогут организовать так творческий процесс, чтобы сами люди, сами жители, сами эксперты, чиновники, муниципальные работники смогли выработать что-то новое, именно их свое. И это очень интересно. Гульнас Филатова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арес». В городской мэрии накануне состоялся мастер-класс заведующей кафедрой психологии, образования и развития БГПУ имени Акмулы Натальи Моисеевой. Занятия посвятили профессиональному росту учителя и инновационному формату обучения. В сфере научных интересов Натальи Моисеевой – психологическая безопасность образовательной среды. Исследовав материалы на эту тему, она подготовила презентацию для учителей об изменениях требований к педагогам. Все эти вещи, они просто нахлынули, они, дети к ним гораздо ближе, чем мы. Дети быстрее нам ходят. Я с удовольствием у наших студентов учусь. И поэтому сегодня мы не можем этого отрицать. И тогда моя роль как источника знания, но она точно сдвигается. Учащиеся приносят на уроки мобильные телефоны и планшеты, самостоятельно добывают информацию из сети. Технический прогресс в этой сфере ведет активное наступление. Учителя стараются адаптироваться. Конечно, это сейчас нереально, чтобы ученик сам пришел и получил образование. Для этого должны быть учителя, которые направили бы их знать, что получить, чему обучиться, какие знания пригодятся им именно. А потом сейчас много информации, эту информацию нужно будет обдумать. Ученик сейчас, ну, младший класс, тем более он не сможет это решить. Роль учителя – научить учиться, вообще-то. Если ты научил, дал базу, то дальше ребенок будет учиться. А если ты не научил его, как добывать эти знания, ты как бы инструмент ему должен дать, чтобы он сумел потом применять эти знания. Следует ли начать борьбу с техническим прогрессом или сделать его своим союзником? Наталья Моисеева объяснила учителям, что дружить с новыми технологиями не только интересно, но и позволяет сэкономить много времени. Внедрение инновационных техник в процесс обучения может заметно ускорить его, а как следствие послужить толчком для развития города в целом. Кумертау как территория развития, а БГПУ сюда пришло как территория опережающей педагогики. И нам очень интересно, что, казалось бы, небольшой город, но готов опережать в плане образования, образовательных трендов. Ну, может быть, даже Уфу. Это здорово. В завершение встречи участникам предложили, разделившись на группы, создать письменный портрет идеального ученика и определить, что для него должна сделать школа. В центре самоцветы профессор Сергей Титерский встретился с молодежными лидерами. Встреча прошла в формате дискуссионной игры. У молодых людей была возможность задать вопросы на свободную тему не только гостю, но также и заместителю главы администрации. Сергей Титерский является не только российским ученым и доктором педагогических наук, но также обладателем премии почетного работника сферы молодежной политики. Эту награду он получил вполне заслуженно, так как действительно им проделан огромный труд в этом направлении. Мы сегодня увидим упражнение, как можно сделать себя полезным, нужным и эффективным. Это очень понравится ребятам. Как определить свою миссию. Они будут формулировать ее через те качества, которых это отличает. И самое главное упражнение называется «Зона ближайшего развития лидера». Как сделать так, чтобы я всегда получал помощь и поддержку. А это прежде всего связано с тем, что я сам очень многим делюсь. То, что мне дано отпереду, всеми дарами, которыми я наделен. Креативные добровольцы ресурсного центра «Белая река» во главе с Мариной Сафоновой слегка изменили планы гостя, смело решив превратить встречу в игру по своим правилам. По сценарию трое избранных молодежью из присутствующих должны были пройти три этапа в дискуссионном формате. Испытуемыми стали, разумеется, гость встречи Сергея Титерски, посетившая мероприятие заместитель главы по социальной политике Наталья Лапшина, а также начальник отдела молодежной политики Ренат Хабибуллин. На первом этапе участники должны были отвечать на вопросы ведущей. Какие книги вам нравятся? Как вы справляетесь с тем, кто вызывает неприязнь? Верите ли вы в любовь с первого взгляда? Конечно, возможно, все. Я верю в это. Возлюби ближнего к самого себя. Значит, любой, кто оказался, он должен быть вот прям, ну, душка. И нужно найти, за что полюбить, если вам сложно, особенно если ты в тюрьме или где-то в больнице, или это бомж какой-то, когда человек вызывает отражение. Нужно придумать, за что его полюбить. На втором этапе игры возможность задать вопросы участникам была дана всем присутствующим. Молодежь интересовалась как личными темами, так и более глобальными. Присутствующие узнали, что делает игроков счастливыми, боятся ли они что-то потерять и каким образом справляются с проблемами. Были подняты вопросы развития молодежной политики, свободы вероисповедания. Наталья Лапшина подробно ответила на вопрос о том, как администрация планирует менять ситуацию с трудоустройством. Мы сейчас говорим о том этапе, что мы создаем возможности для тех, кто придет. Инвесторы, предприятия. Вот этот этап на сегодняшний момент достигнут. Созданы экономические условия. Второй этап и привлечение в этом, я думаю, очень большую роль может сыграть молодежь. В завершении игры Сергей Тетерский, как и обещал, показал всем присутствующим несколько упражнений в формате форсайт-технологии, визуализации будущего. Молодые люди должны были в письменном виде перечислить учителей, которые стали для них примером. Объяснить, почему и каким образом они хотели бы отблагодарить своих педагогов в будущем. Основываясь на вариантах ответов, профессор интерпретировал характер участников мини-форсайта. Эти встречи очень важны, потому что люди видят что-то новое, чего не было у нас в городе. Видят мысли других людей, видят как развиваются другие города. Вот человек приехал из Москвы, то есть он делится опытом по сути всей России. Людям это интересно, они понимают, что это можно сделать у нас в городе. Учитывая, что у нас сейчас город территория окружающего развития, это очень важно, потому что люди понимают, что сам человек создает отношение к окружающему, поэтому позитивное отношение к городу только улучшает. То есть у молодежи появится желание остаться в городе, а не уехать куда-нибудь. Хочется отметить, что Сергей Титерский является также активным публицистом и блогером. В интернет-сети можно найти его живой дневник, а также на странице ВКонтакте опубликованные с мероприятий фотографии и позитивные комментарии. Необычная неформатная встреча состоялась на прошедших выходных в администрации города. Кумертау посетил известный российский ученый Сергей Титерский. С его форсайт-тренингом или взглядом в будущее ознакомились учителя и руководители образовательных учреждений. Сергей Титерский в Кумертауне впервые, и, как правило, его выступления не остаются незамеченными. Так и в этот свой визит профессор встретился с коллегами в формате форсайта. В переводе с английского языка форсайт – это взгляд в будущее. Темой неформального семинара, как назвал ее сам педагог, стала позитивизацией. Присутствующим предложили описать образ идеального учителя, его профессиональные качества. После Сергей Титерский истолковал ответы. Кажется, здесь сидящий в зале – зеркало. И мы смотримся в других, видим всегда себя. Говорим о ком-то блоге, значит, заболеваем внутри. Так вот, если вы написали сейчас вещи, читаете и думаете – нет, не про меня. Я все про других писал. Я вас тоже поздравляю, потому что вам есть чему стремиться. Вот то, что вы написали во второй колонке – и сделает вас великим учителем. Учителем с большой буквы. Кроме прочего, профессор дал педагогам несколько советов о том, как правильно проводить классные часы и встречи с родителями. Также профессор поведал о верной мотивации школьников. Впечатления массы, конечно, все же они позитивные. После его встречи с ним появляется такое чувство самоуверенности, самоуверенности в себе, уверенности в будущем, в настоящем. Думаешь о прошлом, начинаешь мыслить, в чем-то убеждаться или наоборот, в голове возникают какие-то противоречия. И я считаю, что те, кто хотели, они всегда унесут обязательно что-то полезное. После форсайта ученого сложно было найти равнодушного к его выступлению. Можно сказать, что цель лекции достигнута. Участникам удалось создать привлекательные образы не только учителя, ученика и родителя, но и образовательных организаций в целом. Очень красиво получилась команда девушек и в администрации, и те, кто приехали из Башкирии, из университета. Было очень приятно работать и с организаторами, и с тренерами. И, конечно, у вас очень солнечные, очень светлые педагоги. Может быть, вначале они были слегка зажатые, потому что уже привыкли, что система повышения квалификации, она чаще всего это перепевы из того, что можно найти в интернете или прочитать где-то в прессе. И вот эти технологии, эти идеи, они, конечно, потрясающие. И народ очень воодушевлен, потому что придание нового статуса территории, оно начинается прежде всего с семьи, с учителей. Это железно. По мнению самого профессора, встреча прошла очень трогательно. Затронули ряд важных тем. Можно даже сказать, что эта лекция стала катализатором для новых прогрессивных идей. Это последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Продолжение следует...